Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст о мусоре на чистоту информационного агентства Росбалт. В эфире Татьяна Хрулёва и сегодня с нами Анна Гаркуша, лидер движения «Раздельный сбор». Анна, добрый день! Добрый день, дорогие слушатели! Мы поговорим сегодня о очень такой актуальной теме, как мусоросжигание. Последние годы идет фактически битва по поводу того, как правильно утилизировать отходы, перерабатывать или сжигать. Кто-то говорит, что при правильном подходе мусоросжигания – это выход, но большинство экоактивистов, ряд чиновников, врачей выступают категорически против такого подхода. Анна, объясните, почему все-таки мусоросжигание не выход? Мусоросжигание воспринималось как выход где-то с начала прошлого века, потому что тогда начали очень сильно расти свалки, появились первые пластики, пластиковая продукция развивалась, появились новые вот эти разновидности пластиков, они не разлагались в земле, увозились на помойки, и в какой-то момент разрастающиеся города вдруг обнаружили, что рядом с ними разрастающиеся свалки, и мусор начали сжигать. Причем поначалу никто не знал, что образуются вредные вещества, просто сжигали, разжигали. Потом постепенно стали замечать, что рядом с мусоросжигательными заводами люди очень много болеют и умирают. Начались исследования, выяснилось, что мусоросжигание еще и, скажем, не полезно с точки зрения загрязнения окружающей среды, воздуха, почвы. К этому времени мусоросжигание уже рассматривалось как способ не просто уменьшить количество отходов, но и способ получить энергию. Особенно это стало актуально тогда, когда в Европе случился во второй половине прошлого века энергетический кризис, и у них нет нефти, своего газа, и для них вот эти отходы стали как бы источником энергии, топлива практически. Вот. И когда обнаружилось, что так хорошо дело пошло, что получается энергия, но при этом образуются негативные всякие токсичные вещества, начали усовершенствовать систему газоочистки, но, к сожалению, стоимость этой газоочистки стала очень высокой. Буквально недавно обсуждали, что две трети стоимости мусоросжигательного завода современного – это система газоочистки, но при этом она несовершенна все равно. Соответственно, мы можем говорить, что мусоросжигание продуцирует следные вещества, которые выбрасываются в трубу, и если, например, система газоочистки очень хорошая, то выбрасывается минимум, а максимум остается, например, в токсичной золе, которая тоже потом должна быть как-то правильно определена, да, либо на хранение, либо что-то с ней надо делать. Пока в мире нет серийных доступных технологий, что можно сделать с такой золой, и поэтому, когда мы говорим, что мусоросжигание вредно, мы говорим не только про загрязнение воздуха, да, но и про то, что есть проблема захоронения токсичной золы. И при этом, если мы вернемся к истокам, почему появилось мусоросжигание, что очень много отходов, да, которые не знаем, как переработать. Но, в принципе, если посмотреть в корень этой проблемы, то ведь можно же не поразводить такие отходы, и тогда у нас не будет необходимости их сжигать, и мы не будем продуцировать эти дедные вещества, и, соответственно, у нас не будет необходимости как-то себя от них обезопасить. Вот, то есть на сегодняшний день проблему отходов пытаются решить с конца, да, вот уже много отходов, мы хотим что-то с ними сделать. Если же начинается решать проблему отходов сначала, то мы избегаем вот этих вот опасностей, и не уничтожаем ресурсы, потому что когда вы кладете в печку материальный ресурс, то вы уже обратно материальный ресурс не получите, да, вы получите энергию, вы получите некое количество каких-то химических веществ в атмосфере. Но энергия эта, она себя не окупает в том плане, что для того, чтобы произвести вот этот вот вид товара, который мы сожгли, понадобилось потратить тоже какую-то энергию, и зачастую выгоднее не произвести этот товар, либо этот товар переработать в какой-то другой товар, чем сжечь, то есть с точки зрения энергетического баланса, переработка и предотвращение отходов значительно выгоднее, чем сжигание. Скажи, какие-то данные по тем странам, у которых большая история мусоросжигания, каким последствиям приводит такой способ обработки отходов? Ну, сегодня мы говорим о том, что уже сами зарубежные страны признаются, что они не справляются с отходами, даже имея мусоросжигательный завод. То есть отходов становится все больше и больше. Мусоросжигание создает у людей иллюзию, что можно потреблять сколько угодно, и с этим справится с сожигательный завод, возникает как снежный ком. То есть отходов производится все время больше, чем их возможно сжечь или переработать. И раньше эти отходы уезжали в Китай, и ставилась галочка, что мы отправили на переработку, а если Китай их сожжет, ну это же не наша проблема. Потом Китай в 2018 году закрыл свои границы для чужого мусора, и европейские страны были вынуждены искать новые рынки сбыта для этого мусора. Это стали Филиппина, Малайзия и другие развивающиеся страны. Но и они сейчас очень сильно противодействуют, и отходы копятся в этих европейских странах. Соответственно, когда видно, как растет эта гора, начинаешь понимать, что никакая переработка не справится с тем количеством одноразовых. В основном же это упаковка и одноразовая посуда, то есть товары короткого срока службы. И сейчас в Европе приняли решение ограничить производство таких товаров для того, чтобы было меньше соответствующих отходов. 2021 года в Европе будет запрещен перечень товаров, одноразовая посуда, некоторые виды контейнеров пищевых, ватные палочки и еще ряд товаров, которые имеют короткий срок службы и для которых есть многоразовая альтернатива. Хорошо, но вот нам же очень часто в качестве примера приводят замечательный завод в центре Вены или под Хельсинки, намекая на то, что вон, посмотрите, как все чудесно, хорошо и так далее. Я действительно сама была на заводах мусоросжигательных в европейских странах. Они выглядят очень чисто. Вокруг них, как правило, либо какая-то зеленая зона, либо достаточно недалеко находятся жилые кварталы уже. Но при этом надо отметить, что на самом заводе есть запах. Он, может быть, не сильно там такой прям споксшибательный, но он есть. К нему быстро привыкаешь, но нельзя сказать, что он вообще ничего не пахнет. Во-вторых, нужно отметить, что когда я разговаривала, например, с представителями одного из заводов на тему поставок мусора, я спросила, хорошо, у вас с кем контракт? И они сказали, что у нас контракт с муниципалитетом. Я говорю, ну, если, предположим, так случится, что мусора будет меньше. Люди будут такие прям сознательные, меньше потреблять, меньше покупать неперерабатываемые упаковки. И тогда представитель завода сказал, что они вынуждены будут брать неустойки с этого муниципалитета, потому что есть по контракту обязательство загружать. То есть мы видим, что существование мусорожигательных мощностей на тот период, пока завод работает, ну, там, 10, 15, 20, 25 лет, ну, в основном, там, больше 20. На этот период завод должен полностью загружаться, иначе он будет терпеть все убытки. И ответственность за загрузку ложится на кого? Фактически на население, потому что муниципалитет — это же представители населения. И таким образом мы понимаем, что мусорожигание, оно заводит нас в тупик, да, нам нужно отходов все больше и больше. Мы не можем пойти по пути уменьшения потребления, уменьшения количества неперерабатываемых отходов, потому что нам нечем будет кормить эти заводы. Ну, и еще надо отметить, что на самом деле опыт показывает, что когда ты спрашиваешь, какие вещества эти заводы меряют, ну, мы же все время говорим, что вредно и безвредно, да, а вот как определить, то есть нам нужны какие-то показатели выбросов. Так вот, на этих заводах в онлайн-режиме меряются определенные перечень показателей, и самые вредные вещества не меряются. Причем вот на одном из заводов мне сказали, что диоксины, про которые мы все много говорим, что они самые суперэкопертиканты, что эти диоксины меряются раз в полгода. Притом они меряются при определенных условиях, когда завод работает в штатном режиме, и, как правило, показатели, ну, как бы, допустимый уровень. А вот коллеги из одного крупного общественного движения Европы, посвященного как раз отходам, проблеме отходов, они взяли на себя смелость, закупили оборудование и производили сами замеры, но не так, как это делают по штатным требованиям, да, там, предположим, 3 или 6 часов подряд, а мерили в течение долгого времени, круглосуточно, включая те периоды, когда на этих заводах были нештатные ситуации, да, завод, например, там, аварийная какая-то ситуация, или просто его останавливают на реконструкцию, и в этот момент завод остывает, и происходят выбросы в большем количестве, чем допустимо. Но при этом официальные замеры не делаются. И вот эти альтернативные замеры показали, что на самом деле выбросы колоссальны. Если вот взять это все на круг, посчитать, то мусоросжигательные заводы очень опасны. Просто нет официальной статистики. Их методика замеров, она тоже не совершенна. Это не только у нас, скажем, не все хорошо, но и у них тоже не все хорошо. Это такие же люди, они точно так же, скажем, учатся, принимают во внимание, совершенствуются. И на сегодня есть альтернативное мнение о том, что мусоросжигание вредно. И если завод не выбрасывает в воздух, скажем, черные клубы турно пахнущего газа, то это не значит, что в выхлопах этой клубы нет ничего вредного. Понятно. Действительно, это очень важная информация. Но у меня вот какой вопрос. Понятно, что лучше мусор, лучшие отходы – это те, которые не произведены. те, которые производятся, их желательно перерабатывать. Но, тем не менее, на данный момент переработать все 100% отходов невозможно. По крайней мере, вот та статистика, с которой я знакомилась, нет ни одной страны, где бы перерабатывалось 100%. Что тогда нужно делать с теми отходами, которые пока что переработать невозможно? Ну, помимо тех мер, которые мы должны в экстремном порядке предпринимать по предотвращению образования отходов, мы должны как-то работать с тем, что образуется. Здесь самый главный помощник для нас – это раздельный сбор, потому что, когда мы собрали отходы раздельно, то у нас есть отдельно собранные пищевые отходы, которые нужно обязательно компостировать. И отдельно собраны другие виды отходов, часть из которых мы можем переработать, а часть – нет. Но за счет того, что мы не перемешивали их и не пачкали с пищевыми вместе, те отходы, которые мы сейчас не можем переработать, мы можем грамотно складировать, без ущерба для окружающей среды и для людей, которые живут в каком-то определенном радиусе от мест хранения. Мебель, которую мы не можем переработать, пластик, который мы не можем переработать, если они не измазаны в борще и каше, то они могут лежать длительное время и ждать того момента, когда появятся технологии переработки. На самом деле такие технологии есть, есть уже прецеденты, когда зарубежные компании доказывают своим опытом, что любой отход можно переработать. Главное, чтобы были на это деньги. То есть что-то можно переработать дороже, что-то дешевле. И когда говорят, что отход не перерабатываем, в основном имеется в виду, что нет серийных доступных финансовой технологии переработки. А задорого кому же интересно? Никому. Поэтому мы просто должны вести параллельно несколько видов работы, то есть предупреждать появление тех отходов, которые мы, в принципе, не можем, доступными методами перерабатывать. В основном это, конечно, отходы короткого срока службы товара. То, что нельзя переработать сегодня, но уже образовалось, складывать и фактически заставлять производителя вкладываться в технологии их переработки. Сегодня у нас не несут ответственность за утилизацию ни производителей мебели, ни производителей, например, такого пластика, как пластик под маркировкой номер 7. Его очень много, это композитный пластик, их очень-очень много, и за них никто не отвечает. Если, например, за пэт-бутылку или за стекло, а все-таки там какая-то небольшая ответственность существует, то вот за такой вид пластика, как пластик номер 7, мы его просто не включили в перечень, забыли. Ну да, бывает. И поэтому теперь его куча образуется в разных видах, но никто не платит за это, никто не собирает его, никто не строит мощности по его переработке. Это называется отсутствие ответственности. И вот когда мы имеем эту ответственность, то отношение к утилизации и структуры вообще пластиков поменяется, потому что производителю будет невыгодно производить пластик, который невозможно переработать. Ему будет это очень дорого обходить. Ясно. Анна, спасибо вам большое за очень интересный и важный рассказ. Напоминаю, это был подкаст о мусоре на чистоту информационного власти Росбалт. До новых встреч. Анна, спасибо вам еще раз большое. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»